Благодарим нашего Господа Иисуса за это величайшее избавление, которое нам даровал в Господе нашем Иисусе Христе. Слава Богу! Присаживайтесь, пожалуйста, пусть Бог вас благословит. Всем еще раз приветствие мое и добрый день, пусть Господь пребудет с вами. Также еще раз всем мое приветствие на подключении в скайпе, кто у нас, дорогие друзья. Всем вам мир и благословения, пусть Бог пребудет с вами. Аллилуйя! Замечательный псалом избавил Господь Бог Даниила. Мы прекрасно помним эту замечательную историю, когда Даниил был верен Богу, и в своей верности он продолжал стоять, он продолжал держаться Бога и поклоняться Богу. Ни стуканам не захотел кланяться, ни царям. Нет, он все это отверг, и он решил поклоняться Господу, за что его даже захотели Даниила выкинуть в льви миров. Но даже там Бог видел верность своего слуги. И представьте, насколько этот человек, представляю, насколько он был верный, что в своих мыслях он мог думать, ну, даже если и сожрут меня эти львы, так хоть я верным умру Богу, да, я не склонюсь ни под какое ермо с неверным. И когда его выкинули туда, то Бог, грубо говоря, просто закрыл пасти этим львам. Удивительно, а его никто не тронул, к нему никто не прикоснулся, он остался живой. И когда царь пришел смотреть в эту яму и печальным жалобным голосом, да, как говорится, заглянул туда, Даниил, жив ли ты? Спас ли тебя твой Господь Бог? Спас? Реально Господь спас? Спас? Господь пребывал с Даниилом. Господь оказался там, в этом рве, вместе с Даниилом. И Даниил получил, ну, так сказать, такую благодать от Господа. Почему? Человек был верный Богу. О чем это нам говорит? Если мы всегда будем верны Богу, если мы верны Его Слову будем, то представьте, насколько Бог будет верен Сам Своему Слову и верен нам в то, что Он нам обещал. Но даже если и мы не верны, как говорит Писание, то Он, все равно, будучи верен и праведен, Он не может отреться от Своего Слова. Он всегда будет стоять с Ним, Он всегда будет пребывать в Своем Слове и исполнять именно то, на что и Слово было послано. Сегодня я хочу продолжить изучение книги «Первое послание Коринфяна». Надеюсь, я третье служение подряд никого не утомлю своим взглядом на эту книгу, но хочу двинуться немножечко дальше в этом направлении. На первых, на последних двух служениях мы разбирали, дошли до пятой главы, и я надеюсь, что это было полезным, потому что очень многое из того, что апостол Павел писал еще тогда о Коринфской Церкви, оглядываясь на современной Церкви, оглядываясь на христианство в общем, если смотреть, то послание Коринфянам, первое, очень актуально для состояния Церквей сегодняшнего дня. Итак, начинаем с 6 глава, 1 стих. Апостол Павел сразу показывает здесь ее состояние, что верующие настолько, можно сказать, отдалились от Бога, от любви Божьей, что они уже судились друг с другом. Представьте, верующий подавал суд на верующего, верующий судился с неверующим, при том, точнее, верующий с верующим, брат с братом, сестра с сестрой, перед этим миром. Представьте, если вначале мы видим, что Церковь Божья стартовала в любви, и весь народ видел, какая там была любовь среди братьев и сестер, ну, оно так и обычное в современных церквях, вроде бы внешне сначала одно-одно, потом проходит время, и как бы раскрывается и другая сторона медали. Ну, примерно то же самое произошло и с Коринфянами. Кто смеет у вас, имея дело с другим, Павел говорит, судиться у нечестивых, а не у святых. Они обращались в мирские суды, обращались с тем, чтобы, ну, мирской суд, это то же самое, как сегодня, вот, взял ты на брата своего во Христе, подал в суд на него. Помните, то, к примеру, есть такие ситуации, или, например, одна мать привела, пришла к Иисусу, и помните эту ситуацию, и вот, говорит, нужно разделить здесь имение. Ну, то есть она обратилась к Иисусу, как к суде, как к судье, чтобы тот разделил имение. Но Иисус сразу отказал ей в этом деле, он не для этого, то есть он не был в роли земного человеческого судьи, который бы там делил имение между там братьями, сестрами и так далее. Но здесь церковь Коринфа дошла до такого состояния, что верующий подавал в суд на верующего. Разве вы не знаете, тут же апостол Павел, обратите внимание, показывает позицию церкви, то есть он размещает, он пытается разместить церковь Коринфян в ее положение, то есть он сразу указывает, или вы не знаете, что святые будут судить мир, то есть вы, вы церковь Иисуса Христа, в данном случае он обращается к Коринфянам, но сегодня мы можем это и обратить то же самое на церковь этого времени, да? Вы, говорит, разве не знаете, что святые, то есть вы будете судить этот мир? Если вами будет судим мир, это во-первых, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов не тем более лишь дела житейские, апостол Павел размещает церковь в позиции судей, и это факт, потому что церковь Иисуса вместе с Иисусом будут выступать в качестве судьи. Мы будем, как Павел говорит, верующие судить ангелов. Понятно, что главенствующая роль в этом суде это роль Иисуса Христа, потому что говорится в Писании, что Бог воскресил Иисуса Христа, который есть судья живых и мертвых, и посредством этого мужа Бог будет судить этот мир. То есть каждый из людей предстанет перед Ним. Иисус главенствующий судья, то есть Он не только ходатай, Он главенствующий судья, но и церковь, святые на суде будут выступать в качестве судей. И Он говорит, мы будем судить, то есть выносить приговор ангелам, ну понятно, что не верным ангелам, а падшим ангелам, то есть всем этим нечестивым бесам, духам, демонам, которые сегодня пытаются терроризировать верующих людей. И вообще терроризировать этот мир. То есть мы будем судить их, но здесь Павел показывает, что насколько церковь была не возросшая в духе, что они до сих пор, как земные, плотские люди, варились во всевозможных бытовых вещах, и один с другим судился в бытовых каких-то вещах, верующих с верующими. Понятно, что Писание говорит, на нечестивого есть закон. Я, ну, тут уже другая сторона, у многих верующих создается, бывает такой вопрос, можно ли христианину подавать в суд на неверующего? Все-таки я думаю, можно. В некоторых случаях я думаю, что можно. Вот. Но с одной стороны он также говорит, прощайте. Ну, мы не будем разбирать все случаи, в жизни всякое бывает, но я допускаю, что в некоторых случаях христианин может подавать на грешника в суд. Но ни в коем случае апостол Павел говорит, что верующий не должен судиться с верующим. Потому что Иисус учил, чтобы мы все это отдавали в руки Божьи. Ну и, конечно же, Писание говорит, во-первых, что милость превозносится над судом. Да, ты можешь на неверующего подать в суд, но превыше всего будет, если ты его простишь. Это всегда на первом месте. Ну что ж, мы двинемся дальше. Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более ли дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете судьями ничего не значащих в церкви? К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверным. И Павел говорит, это очень, весьма унизительно для вас. Итак, апостол Павел пытался поднять церковь выше, из плоского состояния, поднять ее на уровень выше, чтобы церковь в городе Коринфе в действительности заняла свое настоящее царственное положение. Ведь в Писании говорится, что мы цари и священники. Цари и священники, а цари вы знаете, это те, кто поставлены управлять над народами, но мы не только цари, мы и священники. Священник должен быть здравым, священник должен рассуждать, жить, мыслить и поступать на основании своего священства. То есть, на основании Евангелия, в нашем случае, на основании Евангелия Иисуса Христа. И апостол Павел пытался их поднять, вытащить из этого состояния, говоря им, неужели вы не знаете, что неправедные Божьего Царства не наследуют? Апостол Павел эти вещи, суды между верующим и верующим называет неправедными вещами. Дальше он переходит к более, к другим вещам. Он говорит, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. Здесь апостол Павел показывает церкви, что церковь в городе Каринфе вы находитесь, ну некоторые из вас, не все, но некоторые в шатком положении. Потому что если ты будучи называясь верующим, но при этом, мы об этом уже говорили на прошлом служении, об этом говорится в пятой главе, если кто называется братом, остается этим, этим и тем, при этом всем, то с таким даже и не есть вместе и вообще, уберите развращенного из вашей среды. Здесь он показывает, что неправедные, не наследуют Божьего Царства. Несмотря на то, что некоторые из людей в этой церкви уверовали в Иисуса, но Павел показывает на то, что они перестали вести праведный образ жизни и им показывает, не обманывайтесь, друзья. То есть, другими словами, не надейтесь, вы говорите, вот, Господи, Господи, еще Иисус предупреждал, что вы говорите мне, Господи, Господи, а не исполняете того, что я говорю. И здесь Павел говорит по сути о том же самом, что некоторые из людей в общине, в церкви стали вести неправедный образ жизни, неправильно. И он говорит, что такие Царства Божьего не наследуют. Не обманывайтесь в этом вопросе. То есть, христианин должен встать в строй, не говорить, как сегодня можно слышать много лозунгов, Аллилуйя, мы под благодатью. Где Дух Господень, там свобода. Да я две руки подниму и скажу, Аминь, мы действительно под благодатью. И мы в действительности в свободе, которую даровал нам Христос. Но эта свобода не делает все, что мы хотим. Это свобода от греха. И благодать дана для того, чтобы мы умели через благодать Божию хранить себя в этом мире, и чтобы лукавый к нам не прикасался. Мы должны хранить себя чистыми. Если перестанешь себя хранить чистым, лукавый возьмется за тебя, обязательно возьмется и будет требушить, так сказать, твою душу до тех пор, пока ты или не выровнишься, или вообще может утащить тебя. Но такими, апостол подчеркивает, были некоторые из вас, но омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Обратите внимание, что оправдание, оно настолько звучит мощно, что ты оправдан. Это как в суде. Это как в суде, когда человека оправдали, то есть с него сняли все обвинения. А снимают обвинения только в том случае, если в действительности человек невиновен. Так вот, наше оправдание перед Богом поставлено таким образом, что мы перед Богом невиновны, то есть оправданы. Аминь. Верно? Вы знаете, как проходят в этом мире суды, да? Следователи собирают информацию, прокуроры, ну и все как следует. Адвокаты, прокуроры, следователи. Вся информация собрана. И если эта информация недостоверная, лживая, не хватает улик и так далее, то есть человек проходит определенный суд, но в концовке судья решает, этот человек не виноват. Я его оправдываю. Он не виноват. То есть вы лжете на него, клевещете, там может быть дача ложных показаний, но этот человек оправдан. Он не виновен. И судья перед всеми заседающими, присяжными, перед всеми адвокатами, перед всем, перед всеми присутствующими объявляет невиновность этого человека и оправданность. То же самое сделал Иисус Христос. Своим голгофским подвигом, пролитой кровью, Он перед всем миром своих детей объявил оправданными, то есть невиновными. Аллилуйя! Мы невиновны сегодня перед лицом Иисуса Христа. Мы невиновны, потому что наши грехи были прощены ради имени Его. Он объявил невиновность. Аллилуйя! Знаете, от этого действительно твое сердце может быть в действительности полно счастья. Оно может быть счастливым в том, что ты в действительности невиновен сегодня. Аллилуйя! Хвала Иисусу! Мы невиновны. Мы были такими, но мы невиновны. И дальше апостол Павел начинает говорить, показывая, что мы невиновны. Но дальше он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Аминь. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. Аллилуйя! И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и вас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть, члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, двое будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Аллилуйя! Обратите внимание, апостол Павел начинает показывать церкви. Во-первых, мы увидели ее положение в качестве судей. Во-вторых, он показывает, чтобы они не обманывались. В-третьих, он показывает, что вы оправданные, соответственно, если вы исповеданные перед Господом. следующее, он показывает, что и чрево, и пища не имеют значения. То есть, христианин, он не должен жить ради пищи и своего чрева. Христианин должен жить ради Иисуса Христа, ставя Божье Царство на первое место. Аминь! Бог воскресил Иисуса, воскресит и нас. Аллилуйя! Апостол Павел сразу показывает церкви, чтобы вывести ее из духовного, из плотского состояния, вывести ее, показывая, что ихнии тела, ваши тела, это суть, члены тела Иисуса Христа. Вспомните, мы говорили на прошлом служении относительно причастия, что мало кто видит эту вторую часть, мало кто видит, рассуждая о теле Господнем. Павел говорит, не рассуждают о теле, по этой причине умирают, немощны, слабы, больны и так далее. Все верующие рассуждают о теле, думая о Христе распятом, и все время направляются в это направление. Но вторая часть, о которой практически никто никогда не говорит, тело Господне, о котором мы должны рассуждать, это тело есть его церковь. Потом люди удивляются, они думают, я всегда думаю о Господе, я молюсь Господу, я люблю Господа и так далее. Но он выдвигается в том или ином направлении против тела. Он клевещет на сестру, он судит ближнего своего, он не прощает ближнего своего. А потом этот человек удивляется, говорит, Господи, я же люблю тебя, рассуждаю о теле, но почему у меня вечные проблемы? Так потому что проблемы они и будут, не прощение, аминь, да, неверие, ропот, ну и все остальное. Поэтому все эти вещи происходят в жизни человека. Аминь. Здесь Павел подчеркивает, вы члены тела Иисуса Христа. Нельзя взять члены тела Иисуса Христа, оторвать и прилепить их к блуднице. Нельзя это делать. Почему? Потому что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Аллилуйя. Хвала Иисусу. Аминь. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Обратите внимание, что с Господом мы соединяемся нашим Духом. Посредством нашего Духа мы соединяемся с Ним. Когда ты соединен с Господом Богом, ты становишься с Ним одного Духа. И если я, ты и одного Духа со Христом, то жизнь Иисуса Христа соответственно протекает и проявляется через каждого из нас. Ниже он говорит, чтобы верующие избегали блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне его тела. А блудник грешит против собственного тела. Или не знаете, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога и вы не свои. Сегодня я хочу, чтобы это было для нас напоминанием. Мы не принадлежим себе. Наши тела не принадлежат себе. Мы принадлежим Иисусу Христу. Мы были Духом Святым помещены в тело нашего Господа Иисуса Христа. Мы были размещены в Его тело и мы находимся в Его теле для того, чтобы жизнь Иисуса Христа проистекала через каждого из нас. Аллилуйя. Ибо вы были куплены дорогою ценою. Обратите внимание, мы были куплены дорогою ценой. И Павел показывает, что эта цена была кровь Иисуса Христа. если мы это осознаем, что мы не принадлежим себе, а принадлежим Иисусу Христу, если мы это в действительности поймем, то все заботы мы в реальности научимся возлагать на Него. Если ты поймешь, что ты принадлежишь Ему, если ты поймешь, что ты с Ним соединен и одно в Духе, то тебе это дает силы противостоять дьяволу. Если ты поймешь, что твое тело это храм, то ты можешь требовать, чтобы дьявол отступил от тебя в виде болезни, в виде немощи, в виде, не знаю, какой-то депрессии или еще чего-то. Твое тело это храм, ты искуплен, ты принадлежишь Иисусу Христу. И именно тело, не только твоя душа и твой дух принадлежит Иисусу. Некоторые верующие говорят, ну наша душа принадлежит Богу, наш дух принадлежит Богу, а вот плоть наша еще принадлежит дьяволу. Наши тела принадлежат дьяволу, они говорят. Вот поэтому мы болеем, вот поэтому мы такие. И ты реально смотришь, они и есть такие. Они своим языком исповедуют, что их тела принадлежат дьяволу. Но апостол Павел говорит, ваши тела принадлежат Богу, а не дьяволу. Аминь. Если мое тело это храм, если мое тело принадлежит Богу, то значит Бог имеет права на мое тело, которое его храм. Мы храмы Духа Святого. Мы его храмы. Аминь. Да, мы сегодня ожидаем полноты искупления, когда наши храмы, наши тела будут искуплены полностью и преобразятся во мгновение ока. Но сейчас это тело это храм. Мы все цело принадлежим Иисусу Христу. Ни одна частичка нашего естества не принадлежит сатане, потому что Иисус нас что сделал? Искупил. То есть искупил, забрал обратно. Он сказал, мои овцы находятся в моей руке и ничто не похитит их из руки моей. То есть Он не сказал, что души в моей руке или только дух. Он сказал, мои овцы, мой народ в моих руках. И Он показывает, что в Его руках мы находясь всецело принадлежим Ему полностью. Поэтому Писание говорит, не давайте место дьяволу. Давайте мы не будем давать место дьяволу ни в духе, ни в душе, ни в нашей плоти. Давайте мы четко будем уверены и будем твердо этого держаться, что мы принадлежим Христу. И храм свой мы должны содержать. Давайте также заострю на этом внимание. Некоторые верующие вообще не заботятся о своем теле. Это факт. Они не заботятся. Они говорят, да, это плоть, да, что там они заботятся, это тело греховное, не надо о нем заботиться, да, ну его, какая разница, будем есть, что попало, пить, что попало, да, плоть, тело, это не главное, главное душа. Друзья, это неверное мышление. Павел говорит, ваши тела, ваши тела, это суть, члены тела Иисуса Христа, ваши тела, это храм Духа Святого. Поэтому верующий должен не только о теле, не только о душе заботиться, но и о теле, потому что тело, это храм. Аминь. Храм. Христианин должен не только следить за своим духовным здоровьем, но и за физическим. Конечно же, многим это может быть не нравится, кто-то скажет, брат Женя, ты что-то нам плотскую проповедь какую-то проповедуешь, что это мы о телах должны заботиться. Но если вы не будете заботиться о телах, то у вас и в духовном проблемы начнутся. Понимаете? Если у тебя будет кругом, если ты будешь постоянно больной, не доедать, не досыпать, будет тебе шарахать давление, подниматься или опускаться, будут у тебя головные боли, будут у тебя непонятные, ты погрязишься, ты только и будешь, о господи, больной, несчастный я и так далее. Но верующий должен заботиться. Аминь. Приведу пример. Когда я покаялся, тоже такое учение было. Тело это не главное, а главное душа. Ну и так далее. Личный пример приведу. Ну и что вы думаете? Я с 21 года до 29 лет, ну и потом еще немного, до того, да, я все время заботился о духовном. Да так заботился о духовном, что по плоти я стал весить 115 килограмм. Мне уже и двигаться было тяжеловато. На вторую полку, если я в поезде ехал проповедовать, мне было трудно, извините, свой зад закинуть на вторую полку. 115 килограмм. Попробуй на вторую полку залезть. Да, зато духовно я заботился, ну, на полку уже было тяжело забраться. И потом Святой Дух мне вообще проговорил, ну, я так по-своему говорю, ты что делаешь, другими словами? Эй, это же тело твое храм, это же храм. Что ты делаешь с этим храмом? Ты должен заботиться об этом храме тоже. И я все понял, думаю, Господи, надо менять рацион своего питания и так далее, я буду заботиться теперь о храме тела твоего, ну, и своего, потому что Дух Святой, Господь хочет жить в твоем теле, аллилуйя, и это все нормально. Аминь. Обратите внимание, что мы должны быть едины с нашим Спасителем, Создателем. Перейдем к седьмой главе, это уже немного как бы начинаем попадать на вторую тему, потому что у апостола Павла, кстати, я заметил в его посланиях, в каждом его в одной главе сразу несколько тем можно брать, то есть он говорит об одном, тут же оборвал, говорит о другом, тут же говорит о третьем, и такими отрывками у него, из каждого отрывка можно извлекать целую проповедь. На мой взгляд, этим Евангелие и уникально, что практически из каждого стиха можно брать проповедь на полтора часа. Но сегодня мы делаем обзоры послания Коринфянам. Идем дальше. Приотносительно брачного, так сказать, брачных взаимоотношений. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Апостол Павел в этом вопросе четко говорил. Хорошо, лучше человеку, говорит, ее не касаться. Знаете, и какой бы человек не был духовный, а для него вопрос брака, развода все равно остается на важном месте. Потому что мы люди и мы так устроены. Но в избежании блуда каждый имеет свою жену и каждая своего мужа. Павел знал, что в христианских церквях есть проблемы с блудом. И Павел это как бы не прикрывал. В этом были проблемы? Почему? Потому что мы уже говорили, что у Коринфян иногда такие вещи творили, что... Ого-го. Но в избежании блуда сегодня многие люди говорят, они видят, что брат или сестра хочет выйти замуж или жениться. Они говорят, да, это все плотское, не надо тебе жениться, скоро грядет Христос. Типа все, да, и зачем? Смиряй свою плоть, завяжи ее в узелок, там, ну, не знаю, в общем, что только они выдумают. От пола, брат, говорят, отжимайся там, чтоб не думать там ни о чем и так далее. Сестра там, еще что-нибудь с сестрам выдумают. Но апостол Павел в этом вопросе более здраво относился. Павел говорит сразу, в избежании блуда, это он верующим пишет, не гречникам, чтобы верующий не впал, он говорит, выходи замуж, имей жена или муж, жена, имей мужа и так далее. Муж жене, муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Здесь Павел говорит о сексуальных взаимоотношениях между мужем и женой. К сожалению, существует в христианстве такое учение, они говорят, вы все плотские, если вы этим занимаетесь, вы люди плотские, а надо, так сказать, одухотвориться, ну и тому подобное, сделаться духовными людьми, ну и в общем они говорят, чем меньше спите друг с другом, тем лучше. Но это ложное, это дьявольское учение. Аминь. Это дьявольское учение. Жена, он говорит, не властен над своим телом, муж, равный муж, не властен над своим телом, но жена. Здесь апостол Павел показывает, чтобы мужчина и женщина не уклонялись друг от друга, разве что только по согласию. Аллилуйя. На время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Обратите внимание, что Павел подчеркивает, что мужчина, он принадлежит жене, а жена принадлежит мужчине. И наоборот, он говорит, вы не должны никогда уклоняться друг от друга. К сожалению, я видел такие христианские семьи, но обычно эта проблема существует, когда смешанная семья, верующий муж, неверующая жена. Или наоборот. И в некоторых церквях существуют такие учения, вот, это неверующая, неверующий муж, я с ним спать не буду, он грешный. И знаете, это на самом деле, такие учения существуют в христианстве. Они говорят, если ты будешь спать со своим грешным мужем, они говорят, то ты от него осквернишься. Ну, ты же с ним соединена. Ты соединяешься духовно с ним и физически. И они говорят, если ты будешь это делать, то ты осквернишься полностью от этого скверного, неверующего мужа. А потом такие женщины удивляются, почему мужья им изменяют. Да потому что пасторам обучил всякой чуши и ереси. Обучил всякой ереси, научили жен избегать своих мужей. Или наоборот, научили мужей избегать своих неверующих жен, отказывают им в интимных вещах, а потом удивляются, почему у них усугубляются отношения. И говорят, это вы типа за Христа страдаете. Нет, не за Христа. Люди страдают зачастую за свое безумие. Аминь. Не уклоняйтесь. Ну, если он говорит и уклоняйтесь, то только лишь по договоренности на то время, пока вы в посте. Когда вы упражняетесь в посте и в молитве. То есть взял ты пост на два, на три, на пять дней. То есть муж, жена, то есть они воздерживаются от всех этих взаимоотношений на несколько дней, только если упражняются в посте и в молитве. Но чтобы сатана не искушал, он говорит, будьте вместе. Почему? Потому что дьявол искушает всякого человека. И он знает все, из чего состоит человек. Он знает, на какие рычаги ему давить. Он знает, как дергать и за какие веревочки. Каким образом верующего всегда сбивать с пути. По этой причине, для того, чтобы верующий имел такого своего рода защиту, Бог и усмотрел, чтобы верующие вступали в брак. Поэтому я категорически против таких пасторов и против такого учения, когда говорят, а уже Христос скоро грядет, не надо жениться, не надо замуж выходить, типа, будь один, смиряйся. Приведу случай из своей личной жизни. Я женился в 29 лет, а с 21 до 29, соответственно, я был один, и мне было временами, ну, очень тяжело. Ну, все меня, я думаю, братья, особенно неженатые, меня прекрасно понимают, и я их прекрасно понимаю. Знаете, когда я все-таки нашел себе жену, а точнее, ее Бог нашел, то многие верующие сказали, брат, Женя, ты пошел неправильным путем. Ну, типа, ты слабак. Они говорят, надо было Богу себя посвящать. И знаете, говорили, что я чуть ли Христа чуть ли не променял на женщину. Да, то есть, представляете, насколько у людей в головах могут сидеть такие учения и закваски, причем не знаю, откуда они могли их набраться. Этого ведь не существует в Евангелии. Это совершенно извращенное понятие. И помню, даже несколько лет назад у нас здесь были такие бабульки, которые говорили молодым сестрам, ты там с ним, это не надо, это все, типа, любострастия не надо никакого. Кстати, для юмора, если кому интересно, почитайте наставление, найдите в интернете, вы упадете со стула, но это реальность, потому что такие учения были в древности. Существует наставление жены пастора методистской церкви, наставление молодым невестам. Откопайте в интернете, я вам гарантирую, вы упадете со стула, как верующих раньше наставляли. Но отголоски в этом вопросе до сих пор существуют в церквях, и это реально. На самом деле, это страшные вещи, друзья мои, но мы пойдем дальше. Впрочем, Павел говорит, это сказано мной как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были как я. Павел был одинокий, он ходил, служил Богу. Павел говорит, я хочу, чтобы все так были. Но Павел понимал, что не все к этому предназначены. Апостол Павел мог спокойно обходиться без семьи, без жены, без всех этих отношений. Павел был таким сосудом. То есть Бог его от начала знал таким сосудом. Но Павел осознавал, что не все мужчины или женщины такие люди. Некоторые чувствуют себя вполне шикарно одинокими людьми. Есть такие мужчины, которого никогда и в арканах не затащишь, жениться. Да ты что? Не надо, это лучше я один буду, мне не надо, жена, дети, мне и так нормально. Или есть такие сестры, да ничего мне не надо, я типа сама себе хозяйка. Им легко это переносить. Да, они такие сосуды. Но Павел понимал, что не все такие сосуды. Желаю, чтобы, говорит, все были как я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. К сожалению, сегодня многие всех ставят под одну гребенку. Или наоборот, замуж толкают. Самое худшее, особенно это очень полезно для незамужних незамужних и неженатых, самое худшее, в чем обольщает дьявол, это женить бы по пророчествам. Ужасающие вещи. Однажды мне позвонил один человек и говорит, я уже не знаю, что делать, живу с женщиной, верующей, я женился и так далее. Женился, но уже, говорит, не знаю, любви нету, говорит, не могу с ней, говорит, даже спать, говорит, не могу с ней. Хотя она, говорит, очень хорошая сестра, все. Я говорю, а я сразу говорю, ты случайно не по пророчеству ли женился? Ну да, сестрам было некоторым откровение. Я за голову берусь, мама родная. К сожалению, это распространенная практика. Когда вот такого рода духовные браты, сестры, не знаю, как их назвать, псевдо, сводят или разводят, что еще хуже. Заставляет, пугая, говоря, вот, Господь дал откровение, что Маша должна жениться на Пете, а Петя на Маше и так далее. По этой причине, я еще раз говорю, большинство христианских браков распадаются, которые женятся таким образом. Или наоборот, получает, так сказать, браток откровение. Понравилась ему Маша, и он откровение, он подходит, Маша, вчера мне было откровение, Святой Дух сказал мне, что ты моя жена. Что будет с Машей? Ну, если Маша сильно богобоязнена, у Маши коленки-то затрясутся, она на этого Петю посмотрит, сутулый, горбатый, нос кривой, полулысый, пузо до коленок свисает. Ну, если покрасивее, братья, это я так, шутя говорю, но на самом деле это не смешно. Все, говорит, у меня откровение, так говорит Господь. И эта бедная сестра начинает молиться, от Господа ничего не слышит, у нее битвы в разуме, она видит, да не хочу я за него замуж, ну не нравится он мне, ну может быть и нравится просто как брат, ну в роли жены его не вижу, а на нее давят, это Святой Дух открыл, Святой Дух сказал. Друзья, ну если кто-то из молодых людей сейчас это слушает, никогда на эти вещи не ведитесь, потому что Бог всегда действует на обеих концах. Аминь. Не может такого быть, что одна сестра будет брату говорить, а у меня откровение, что Бог сказал, чтобы я была твоей женой. Конечно же, большинство из верующих сразу, ой, ну если Господь сказал, к сожалению, вот так женятся, выходят замуж, в оконцовке разводятся. А если не разводятся, то живут как кошка с собакой. Постоянно ссорятся, ругаются и живут. Знают, что разводиться нельзя, это плохо, и живут бедолаги, мучаются там, грызутся как собаки. И удивляются, почему? Почему? А потому что выходят замуж не за того человека, за которого надо было бы выйти. не дожидаются от Господа. Выходят замуж или женятся положенным пророчеством. К сожалению, это распространено в христианских церквях. Итак, безбрачным же и вдовом, говорю, хорошо им оставаться как я. Но Павел это не давал как повеление. Павел говорит, лучше тебе оставаться одному. Но выше он говорит, что каждый из людей имеет свое собственное дарование. «Но если не могут воздержаться, пусть лучше вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем». Итак, апостол Павел здесь подчеркивает, чтобы христиане, мужчины и женщины всегда вступали в брак. Лучше вступать в брак, чем он говорит разжигаться. Но если ты вступил в брак, то он говорит, жене нельзя разводиться. То есть женщина не должна быть инициатором развода. Кстати, бракоразводный процесс Евангелием не освещается во всех сферах жизни. К сожалению, невозможно как бы найти абсолютно на все случаи жизни, потому что жизнь у людей настолько многообразны и разнообразны, настолько разнообразны жизненные ситуации, что нету конкретных ответов на все. Но есть основные моменты, заложенные Иисусом Христом. Здесь Павел подчеркивает, что женщина не должна разводиться, жена не должна. Но ниже он делает сносочку, как допущение. Если разведется, то должна оставаться безбрачная. Так вот, в рамках, если разведется, то причина, по которой я думаю, она может развестись, то есть уйти от мужа, но не потому, что он ей там надоел, знаете, или как в миру говорят, не сошлись характером. То есть причины могут быть разные. Может быть он бухает, может он избивает ее, может быть он там вообще там уже ну все. То есть есть некие допущения, но на мой взгляд это уже должны решать пастора на уровне поместных циклей, потому что они лучше всех знают эти ситуации. Но если она разводится, она должна оставаться безбрачной. По какой причине? Потому что ранее говорил апостол Павел, что жена привязана к мужу. И пока муж живой, она не может вступать в повторный брак, потому что об этом сказал и Господь Иисус. Если кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. это факт. Поэтому положение женщины в бракоразводном вопросе, оно все-таки отличается от положения мужчины. Если разведется, должна оставаться безбрачной, то есть одинокой. Одной. И это факт. Далее он говорит, или у нее другой выход, примириться с мужем своим. Но мужу, он говорит, не оставлять своей жены. То есть Евангелие запрещает мужчинам бросать своих жен кроме вины любодеяния, если она прелюбодействует. Это единственное законное право, на основании которого мужчина имеет право развеститься своей женой. Но если он с ней разводится, Павел говорит, он ей дает повод прелюбодействовать. Это особенно для женщин. Вы понимаете, в каком положении женщина находится перед Богом относительно брака разводного вопроса? На самом деле в сложном положении. Потому что если при живом мужа выйдет, Иисус говорит, будет прелюбодейцей. А прелюбодейцы Царствие Божьего не наследуют. Конечно же, эта тема очень глубокая, чтобы о ней рассуждать, вот так говоря, поверхностно и просто в качестве проповеди. Но я думаю, что на эти вопросы можно ответить и после служения у кого возникнут, потому что есть различные ситуации. Есть ситуации, когда люди, не зная Бога, в миру разводились два-три раза, развелись там уже по пять раз были замужем, женатые были там по нескольку раз. Но я думаю, что апостол Павел и сам Господь говорят все-таки к тем людям, которые уже в завете с Богом. Вот этим людям ни о каком разводе речи быть не может. Единственный случай для развода Иисус говорит только прелюбодеяние. И то, на мой взгляд, в Писании говорится, что милость превозносится над судом. Я считаю, что христианин должен простить свою жену и жена мужа. Кстати, нигде не говорится, что если муж прелюбодействует, то жена может его бросить и выйти замуж за другого. Обратите внимание, что относительно женщины этот вопрос так вообще не стоит. Этот вопрос стоит только относительно мужчины. Должна оставаться безбрачной. Но мужу, он говорит, нельзя оставлять свою жену. Ни в коем случае. Почему? Потому что он дает ей повод прелюбодействовать. Если он ее бросает незаконно, он сам во грехе. Почему он дает ей повод? То есть он, грубо говоря, ставит ее на краю пропасти, если он ее бросает. и она может шагнуть в пропасть прелюбодеяния. Но он спровоцировал это. Он ее оставил незаконно. Друзья мои, такой мужчина может оказаться также виноватым перед Господом. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, то есть ты верующий, покаялся, живешь во Христе, но твоя жена грешница неверующая. Он и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Не имеет права, потому что некоторые говорят в церквях, о, моя жена неверующая. Да зачем? И знаете, проблема в том, что пастора с кафедр говорят так, брат, не переживай, это уже грязнуха, грешная свинюха там, Бог тебе даст другую. Успокойся. Или говорят, сестра, твой муж грешник, блудник, да успокойся, сестра, мы сейчас тебе в церкви найдем хорошего, классного мужа, будет тебя любить, обеспечивать и все, а это вот унеяться, сейчас, говорит, мы тебе найдем, а когда мы тебе найдем, то вот этого Васю, как трудня, из хаты пинка, дай ему под зад, мы тебе найдем хорошего, благословим твой брак и так далее. На самом деле это катастрофические вещи, катастрофические учения. Апостол Павел говорит, что мужчина не должен оставлять свою жену неверующую, если она хочет с ним жить. Если она не хочет, если она отвернулась от него, помахала ему, бай-бай, Вася, скажет, а мне ты не нужен, ты мне со Христом в голове своей, зачем ты мне нужен, скажет, пойду к другому, ну тогда до свидания, брат, ты свободен и Бог тебе даст хорошую жену, потому что эта жена все равно в прелюбодеяние попрет прямым ходом, поэтому ты свободен, тогда можешь жениться. И жена, которая имеет мужа неверующего и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Если ты верующая христианка, твой муж грешник, живи с ним, будь для него прекрасной женой. Он не бросает тебя, он живет с тобой, будь для него прекрасной женой, стирай, гладь, делай все для него, все, что он просит. Делай для него, ну, понятно, в рамках христианских. Живи для него, тем самым ты сможешь даже приобрести жену неверующую и мужа неверующего. Ибо неверующий муж, теперь слушайте внимательно, если ты верующая, а он у тебя неверующий, он освещается женою верующей. то есть он освещается тобою, твой неверующий муж. Вот атмосфера, которая на тебе, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Господом, как говорится в Писании, вот эта атмосфера кроткого, молчаливого духа, такого Христова духа на женщине, эта атмосфера является освещением, то есть вот это помазание, которое внутри тебя, оно является освещением на муже твоем. И этот муж освещается, и жена неверующая освещается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Обратите внимание, что апостол Павел детей ваших также называет святыми. Почему они освещаются мужем верующим? Аллилуйя! Замечательно! Равно как и жена и муж, если у вас смешанный брак, то они освещаются в этом вопросе. Если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь жена не спасешь ли мужа или ты муж почему знаешь? Откуда знаешь другими словами? Не спасешь ли жены? Здесь апостол подчеркивает, что женщина таким образом своим добрым поведением, доброй жизнью, повинуясь мужу, как повиновала в свое время Сара, она может приобрести для Христа неверующего мужа через свою благочестивую жизнь, равно как и муж. Я не верю в такое христианство, когда учат пастораж. Знаете, это факт, много вещей таких происходит. Так, жена, ну-ка давай ему выгони его за порог, скажи ему, чтобы он шел туда, где он был, и так далее. Неверно? То есть в любом случае женщина должна занимать свою христианскую позицию относительно неверующего мужа, быть ему женой, и муж все-таки является главою женщины. В любом случае написано, что муж он глава жены, и жены должны повиноваться своим мужьям. Здесь я сделаю такое как бы пояснение, что опять же, если твой муж неверующий, да, он тебе полностью глава, но если тебе эта глава скажет иди на рельсы ложись, то соответственно слушаться такую главу не надо, у этой главы что-то с головой не в порядке, понимаете, то есть в таком случае, но в любом случае мужчина является главой, и он неверующий освящается, равно как и дети, но каждый, он говорит, поступай так, как Бог ему определил, и каждый как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквям, призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся, обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих, каждый оставайся в том звании, в котором призван, то есть как Бог тебя призвал, призвал Он тебя, а жену твою еще не призвал, оставайся в этом звании, призвал тебя Господь, а мужа еще не призвал, Оставайся в этом Призвал тебя Господь, будучи одиноким или одинокой Оставайся в этом Ну, впрочем, если женишься, не согрешишь Но оставайся, пребывай пока в этом Пребывай в учении Господнем Молись, учись у Господа И, так сказать, все со временем Бог тебе приложит Кто призван рабом Сегодня рабов у нас нет Но тогда были рабы Апостол Павел говорит, что раб Оставайся, но если есть возможность получить свободу Лучше воспользуйся Вы куплены дорогой ценой Не делайте с рабами человека В каком звании, кто призван брать Тот в том звании И оставайся перед Богом Теперь, дальше апостол Павел Дает наставление относительно девственников Девства Не я относительно девства Я не имею повеления Господня А даю совет Как получивший от Господа Милость быть ему верным По настоящей нужде за лучшее признаю Хорошо человеку оставаться так Ну, то есть, хранить свою девственность Павел говорит, лучше всего, чтобы это было так Оставайся одним Служи Господу Лучше Но это не повеление Обратите внимание Это совет Но не повеление Это просто совет Соединен ли ты с женой? Не ищи развода Знаете, много раз приходилось Сталкиваться с такими вещами Когда Вот не нравится что-то мужу в жене И он постоянно ищет повод для развода И некоторые даже Такую атмосферу могут создать Что жена побежит прелюбодействовать Но они ищут повод Да, они не знают Они знают, что ну вот только за прелюбодеянием можно А как? И начинают все возможными вещами Усугублять, усугублять Провоцировать человека на грех И потом, знаете Искать повод для развода Но я считаю, что такие люди очень лукавые А Бог с лукавым написано Поступит по лукавству Хорошо человеку оставаться так Соединен с женой Не ищи развода Остался без жены Не ищи жены Вот что самое интересное, да? Давайте еще в самое начало Заглянем в бытие Когда Бог сотворил человека Увидел, что человеку одному нехорошо Ну, кстати, Адам не искал жены Бог увидел, что ему тяжело одному И что делает Бог? Бог мыслит Сотворю-ка я ему помощника Соответственного ему Верно? И здесь Павел говорит Остался без жены Не ищи жены Но если действительно тебе тяжело Бог это увидит И Он даст тебе жену Все элементарно просто Аминь Остался без нее Не ищи Впрочем Если ты женишься Не согрешишь А если девица То есть девственница Выйдет замуж Тоже не согрешит Но такие будут иметь Скорби по плоти А мне вас жаль Ну Мы понимаем Мужчина и женщина Люди у которых Разное мышление Павел говорит Мне вас жаль То есть Относительно там Бытовых всяких вещей Поэтому Павел У вас будут Неприятности будут По плоти Друг с другом Мне говорит Вас жаль С одной стороны Поэтому Павел Выше и говорил Лучше оставаться одному Это говорит намного лучше Да? Но Если женишься Не согрешишь Ну впрочем У вас будут Проблемы Скорби по плоти Но на мой взгляд Все любые Скорби по плоти Любые жизненные встряски Они Переносятся легче Когда есть Амортизатор Вот знаете Кто ездил на велосипеде Без амортизатора Тот знает Каково это Когда у тебя Сидушка без амортизатора На велосипеде Вилки Передняя Задняя Без амортизатора О вы знаете Как прокатись На таком велосипеде Ужасное состояние И вот попробуй Без амортизатора Жить в браке Катастрофа Ребята Это реально Просто будет жаль Поэтому в нашем случае Амортизатор Это любовь божья Это любовь божья Когда Бог соединяет сердца Тогда Вот эти скорби По плоти Это как знаете Шестеренки Если они смазанные То они работают Они не скрипят Там Нигде ничего не давят Так же и здесь Если муж и жена Они вот так связаны И между ними Масло Святого Духа Это будет Благословенная семья Аллилуйя Аминь Я сказываю вам Братья Уже время коротко Так что Имеющие жен Должны быть Как не имеющие И плачущие Как не плачущие И радующиеся Как не радующиеся И покупающие Как не приобретающие То есть Говорится ли здесь Что теперь мы все Ну Значит Забудь про все это Нет Просто апостол Павел Показывает Что несмотря на все это Господь у нас Должен быть на первом месте Пользуешься этим миром Как не пользующийся Ибо проходит образ С этого мира Я хочу Чтоб вы были Без забот Не женаты Заботятся о Господне Как угодить Господу А ведь Когда ты Вступаешь в брак Это заботы Это хлопоты Это суета Житейская Это определенного рода Ответственность Поэтому Павел Говорил Лучше будь один Но если ты хочешь Вступить сознательно В супружескую жизнь То ты должен знать Что у тебя будет Огромная ответственность Что у тебя будет Можно убрать детский сад Отсюда Я хочу Чтобы вы были Без забот То есть Без всех этих забот Которые Павел Перечислил То есть Чтобы вы Время Все свое Отдавали Христу Ведь это намного Лучше Когда ты служишь Христу На 100% В своей жизни Но опять же Не все Не все христиане Имеют такую способность Неженаты Заботятся о Господне Как угодить Господу Вот когда ты неженат Знаете Когда я был неженат Мне во первых Это было очень трудно И очень было тяжело Морально Духовно Правда Было очень тяжело Но Когда Господь Мне показал То есть Это для тех Кто еще неженат И кому очень тяжело Одному То просто переключи Своё мышление И обрати свой взгляд На то Что ты свободен Для Христа У тебя есть Превосходная возможность Служить Богу И заниматься Только делами Божьими Это Замечательное положение Женаты Заботятся о мирском Как угодить жене Ну это факт Нужно уметь Угождать жене И В то же время Служить Богу Есть Говорит Разность Между замужней И девицей Незамужняя Заботится о Господнем Как угодить Господу Чтобы быть святой И телом И духом А замужняя Заботится о мирском Как угодить мужу Так вот Если ты не имеешь мужа Ты не замужняя То вся твоя забота Это в служении Господу Заботиться о том Чтобы хранить себя В святости И в чистоте Божьей Аминь Аминь И быть чистой Святой И телом И духом То есть Не сквернять себя Ничем Мирским Ну и так далее Сохранять себя А замужняя Заботится о мирском Как угодить мужу Говорю это для вашей пользы С тем чтобы Не для того чтобы наложить на вас Какие то узы Но чтобы вы Благочинно и непрестанно Служили Господу Без развлечения Если кто почитает Неприличным для своей девицы Чтобы она Будучи в зрелом возрасте Оставалась так То пусть делает как хочет Не согрешит Пусть таковые выходят замуж Но кто непоколебимо тверд В сердце своем Не будучи стесняем нуждой Но будучи властем своей воли Решился в сердце своем Соблюдать свою деву Тот хорошо поступает Поэтому выдающий замуж Свою деву Поступает хорошо А невыдающий Поступает лучше Здесь апостол говорит Что лучше Хранить Так сказать Девственность И это будет лучше Некоторые верующие Почему-то думают Что здесь Говорится о том Что отец Если свою девственницу Дочь Выдает замуж А невыдающий То есть лучше Ну на мой взгляд Это или трудность У верующих с пониманием Или вообще не могу понять Невыдающий поступает Лучше Здесь я думаю Если девушка Или парень Отдает свою девственность Мужу Я не думаю Что здесь говорится Если кто-то иначе мыслит Если я ошибаюсь Вы меня пожалуйста Поправьте Но я слышал Массу вещей Массу Я сам с этим сталкивался Когда верующие родители Я это считаю так Это мое мнение Они просто-напросто Издеваются Над своими дочерями Не отдавая их замуж Я не понимаю Психологию Таких христиан Но на мой взгляд Из-за неправильного Понимания Слов апостола Павла Потому что Павел говорит Если кто Свою девицу Но я рассматриваю так Если кто Свою девственность Отдает Мужу Тот Поступает хорошо А кто не отдает Лучше Потому что Глядя выше Апостол Павел Говорит О девственности Если говорит Ты девственница Или девственник То хорошо Оставайся так И служи Богу Заботься о том Ты не замужем Заботься о том Чтобы чистой Духом Душой и телом Но ниже Он говорит Но если кто В сердце своем Решился Отдать Свою деву Выдать Замуж Я считаю Что здесь Говорится Не об отце Который Дочку Но это Издевательство Я массу Видел таких людей Папа говорит Дочка Я тебя Замуж Не отдаю И вот представьте Я видел таких Матерей Реально Я знаю Такие семьи Где говорят О Отец получил Откровение Не отдавать свою дочку Замуж Чтоб девственницей была Я считаю Таких фашистами Вот извергами Я не знаю Кем угодно Это для меня Просто страшно Вы просто с ума Сводите таким образом Своих сыновей Хуже всего Дочерей И они говорят Я не благословлю Дочку свою На брак Не благословлю Не отдам Ее девственность Никому Так сказать Мне кажется Это полное безумие Потому что Господь Бог Создал женщину Для того Чтобы она Вступала В брак Господь Бог Создал женщину Для того Чтобы она Рождала И воспитывала Детей Господь Бог Вложил в нее Инстинкт Материнства Чтобы она Это сущность И предназначение Женщины Быть матерью Быть матерью Но из-за Неправильных Пониманий Апостола Павла Некоторые Братья Ставят Так сказать Запрет На вступление Брак Своим дочерям И дальше говорят А если Матьцовского Благословения Нету Все Говорят Если ты Не послушаешь И вступишь Брак Я проклянул Но жить Ты с этим Не будешь Для меня Непонятна Психология Верующих Которые Всегда Вникают В влазию Таким образом И разрушают Брак И ведь это Не редкость Когда Теща В худшем Смысле Этого понимания Не в лучшем А в худшем Смысле Этого понимания Верующая Теща Так сказать Вклинивается В брак Дочери Или сына И начинают Просто-напросто Расшатывать И разваливать Этот брак Мне кажется Что Вина перед Господом У таких людей Ну просто Неотвратима Жена Он говорит Связана Законом Законом Каким? Божьим Законом Замужества То есть Это закон О вступлении В брак Другими словами Доколе Жив Муж Ее Если Муж Умрет Свободно Выйти За кого Хочет Только В Господе То есть Только Лишь Когда Умирает Муж Женщина Имеет Право На Повторный Брак Она Может Выходить Замуж Повторно Но в Господе То есть За верующего Человека За христианина Но она будет блаженнее Если останется так По моему совету А я Говорит Думаю И я Имею Духа Божьего Аллилуйя Что ж друзья На этом я закончу В дальнейшем Мы перейдем И так Относительно Бракоразводного Вопроса Если у нас Какие-то будут Вопросы Еще по этой теме То конечно же Мы Все это Обсудим Но на мой взгляд Это очень Немаловажная Тема В христианстве Я верю Что Прежде чем Человек Подходит Принимает То или иное Решение Относительно Девственности Относительно Неверующих Супруга Или супруги Относительно Вступать Или не вступать В брак Относительно Всего этого Брачного вопроса Я считаю Что эта тема Очень важная Она волновала Людей всех Так сказать Времен Всех эпох Каждого Времени И на мой взгляд Каждый из верующих Должен Подходить К этому вопросу С полнейшей Ответственностью Все Переосмыслив И в первую очередь Должен держаться Обетований Божьих Неуклонно Я верю Если мы Больше всего Ищем Божьего Царства То Все остальное Нам Обязательно Приложится Хороший вывод Для нас Если ты замужем Угождай мужу Служи Если ты женат Служи жене Заботься Об этих вещах Если ты Одинокая И одна Оставайся Так лучше Если не можешь Выйти замуж Вступай в брак То есть Замечательные вещи Но Суть всего Павел говорит Прежде всего И Господь об этом учит Прежде всего Ищите Божьего Царства Ищите Того что Праведно Чинно Благочестиво Ставьте Божье Царство На первое место А все остальное Вам приложится Семья Дети Мужья Жены И прочие благословения Церковь Божья Пусть Господь Бог Вас благословит Встаньте на свои ноги Благословенное имя Господа нашего Иисуса Христа Аллилуйя Слава Тебе Господь Бог Аминь Благодарим Тебя Наш дорогой Небесный Отец Слава Тебе Господь Бог Всему Могущее Спасибо Тебе Большое Благодарим Тебя Наш Бог Спасибо Тебе За эти благословения Спасибо Тебе За эти наставления Господь Научи нас И вразуми Еще больше Господь Во всех вопросах Нашей жизни Духовной жизни Или семейной За все Благодарны Тебе Наш Господь Спасибо Тебе Да будет благословенно Твое Святое имя Аллилуйя Аминь Аминь Аминь